Мир всем! Сегодня мы поговорим об важной составляющей, это о воде. В крестьянском хозяйстве она очень нужна, ну и, наверное, не только в крестьянском хозяйстве. Те, кто был подписан на нас уже какое-то время назад, видели у нас интересные ролики, где я рассказывал, что у нас нехватка воды в летний период серьезная, когда бывает, знаете, засуха. И мы даже вызываем местную пожарную машину, тут набираем емкости, какие у нас есть. В общем, я с самого начала построил сарайку, вот такую большую сарайку, и у нее крыша односкатная. Соответственно, очень хорошее дело собирать дождевую воду. Но все как-то не было возможности, так скажем, сделать себе хорошую водосточную систему. Сегодня я хотел показать вам, то есть у меня есть водосточная система хорошая, я приобрел, значит, я ее установлю, расскажу, у меня на доме другая водосточная система, сравним эти две фирмы разные, ну и, собственно, покажу, что и как. Вы на канале Хозяйство Устиновых, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, и мы начинаем показывать. В общем, когда я занялся вопросом сбора воды, сделал из подручных материалов, какие-то смешные маленькие желоба, вот это железный, это вообще какая-то такая прокладочка, это, по-моему, защищало железо, которое на доме пришло в листах, вот, я его установил, и на том месте я сделал просто из дерева сколотил такие вот, как бы P-образные что ли, желобы, там промазал их, собственно, я сильно не заморачивался, сделал по-быстренькому, как-то даже на всю длину не стал делать, потому что все-таки надеялся, что я когда-то, ну, приобрету уже такой нормальный, нормальный желоб, то есть там и с трубой, и со всем, вот, и наконец-то пробил этот час, когда я приобрел эту систему, поэтому сейчас я займусь демонтажом, то есть вот это все-все разберу, это несложно, тут все на саморезах, вот, и до того, как начну устанавливать новую систему, начнем мы с установки кронштейнов и воронки, у нас воронка будет с той стороны, может быть, потом в будущем я когда-то приобрету большой, огромный бак, вот, сейчас у меня, вот тут, наверное, не знаю, кубовые баки, там кубы-полтора, наверное, бачок, ну и плюс бочки, сейчас мы посмотрим на ту систему, которая на доме, в общем, на доме у меня система от фирмы металл профиль, собственно, вот, и крыша тоже, я у этой фирмы покупал крышу себе, железо, и, соответственно, купил тоже, вот, как дополнение, значит, он такой квадратный, железный, и что характерно, когда я устанавливал, то есть я не смотрел ни ролики, ничего, просто, вот, ну, имел какое-то представление, что это должно быть так, и как-то сам вот установил, ну, в принципе, в принципе, да, если вот считать эти правила, три правила установки, что скат крыши, значит, должен быть, там, до края желоба здесь должно быть 10 миллиметров, вот, у меня даже больше, ну, то есть он не должен быть там вровень как-то или выше, вот, вот, заканчивается, значит, у меня где-то здесь на середине, ну, частично где-то, да, вот, поэтому где-то я плюс-минус сделал правильно, вот, здесь единственное, что почему-то я разделил на две, на два стока, но я, наверное, сделаю все это, потом там выровняю, все это, чтобы стекало в одну сторону, вот, по наклону, ну, у меня тоже тут соблюдено, даже, может быть, чуть-чуть больше сделано наклона, вот, так что здесь с этим все в порядке, теперь мы пойдем посмотрим новый наш водосток и я расскажу немножко про фирму наш водосток фирмы Технониколь, ну, там, правильно, компания Технониколь, да, почему именно ее? Какое-то время назад я познакомился с дядей Игорем Рыбаковым, ну, не лично, конечно, вот, хороший дяденька, много умных вещей говорит, еще и песни поет, поэтому решили испробовать, ну, как-то помочь, надо же им, как-то хорошие люди, значит, все так в упаковочке, все красиво, кстати, вот это молодцы, это тоже, ну, прям, не то, чтобы радует, а это, в принципе, там, чтобы не поцарапалось, там, не знаю, значит, вот такая коробка, от этого вот сеточки, я просто хочу показать тут все эти составляющие, вот, всякие воронки, меня интересуют конкретно кронштейны, с которых мы начинаем, вот они, кронштейны все, вот, все тоже упаковано, подписано, как, чего называется, всякие эти штучки даже, хомотики, ну, все, мы потом про это постепенно разберем, все, сейчас мы начнем устанавливать, а, точнее, сейчас мы займемся демонтажом, как я все сделаю, потом начну устанавливать, ну, собственно, и все, значит, еще хочу что сказать, я хочу все это сделать по уму, правильно, и поэтому сейчас уже, набравшись опыта, я уже посмотрел ролик, уже как нужно делать, ну, и, ну, как бы ничего сложного, все просто, по ходу буду говорить, я про эту коробку заберу, смотри, как тут все красиво, да, уложено, так что тут вот она чужая коробка, значит, тут это все, короче, получается на 3 метра 4 кронштейна, вот, или там, ну, где-то через, сколько там, 60 сантиметров, да, вот, ну, мы все это посмотрим, все это измерим, примерно так и получается, ну, все, то есть придется вот этот кронштейн их гнуть придется, потому что, видишь, тут как бы не совсем это стандартно, это, конечно, уже правило, как бы это выдерживает, вот, то есть, вот так зацепить, так сильно низко будет, вообще ни о чем, соответственно, надо погнуть, сначала вообще надо шаблон сделать, шаблон, а потом по шаблону уже погнуть, ну, можно какую-то проволочку, например, вот, кстати, да, сейчас потренируемся, чтобы не портить это, и нам нужно сделать так, чтобы вот она на всю крышку, потому что на всю крышу, если что-то накручивать, этот дополнительный брусок, это тоже не вариант, вообще, вот, есть вариант, вот, вот так вот загнуть, и, например, под вот, вот эту, под обрешетку сделать, под прямым углом, значит, это, я нашел проволочку тут вот такую, да, это будет мой шаблон, вот, примерно так поставим, она прям ровно подходит, итак, что мы, как мы можем выйти из этой ситуации, понятно, что у всех крыши индивидуальные, и очень просто и легко, когда вот ты так взял, вот так и подстроил, вот, ну, дядя Игорь Рыбаков не просчитал, не то, чтобы не просчитал, у всех крыши разные, я это понимаю, и поэтому каждый должен уже подстроиться сам, значит, я примерно ее погну, вот, если я буду цеплять вот сюда, вот, конец скота крыши должен быть, вот одно из правил, должен быть на середине желоба, вот, соответственно, я вот примерно так выравниваю, смотрю, ну, вот где-то так примерно, значит, еще надо обязательно учесть уклон, что получается на один метр, уклон должен составлять три с половиной миллиметра, я сейчас возьму трехметровый уровень, то есть вообще для этого нужна, что вообще для этого нужно, уровень, шнурка, так называемая, я ее веревочкой называю строительной, этот шуруповерт, саморезы, рулетка, вот, соответственно, все это есть, я все это сейчас принесу, потому что уже частично принес, шнурку я натяну, после того, как демонтирую тут все, и, значит, еще раз проверим уровнем, большим уровнем возьму, то есть трехметровый уровень, получается, наклон должен составлять один сантиметр, вот, примерно так посмотрим, как это идет, и, значит, она должна выйти туда, изгиб кронштейнов будет немножко разный, это мы посмотрим по шнурке, вот, мы сделаем здесь первый кронштейн, и там, последний, возле воронки, и уже под шнурку будем каждый кронштейн, получается, гнуть, вот, чтобы он, гнуть именно вот, вот эту часть, то есть где-то ее посильнее придется сюда вытащить, ну, и так далее, тоже индивидуально, так что все, начинаем заниматься демонтажом, машина. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Подожди Нам нужно приобрести какую-то программу, чтобы ускорять видео, а то я так не смогу больше быстро шевелиться Подожди Один из важных вопросов это выбрать правильный кронштейн Прежде чем я привез, то есть надо было посмотреть конструкцию моей крыши Именно где она заканчивается Чтобы определить в магазине уже, как выбрать себе кронштейн наиболее подходящий Потому что его все равно придется здесь гнуть, дорабатывать Поэтому предложений тоже много было Этот вопрос я не совсем проработал Но думаю тот вариант, что есть, мы сейчас из него просто будем делать Вот я сделал такой шаблончик из жестяночка И все Погнул вот примерно в таком состоянии В таком состоянии будет у нас кронштейн Установлю два по углам Будем его прикручивать к обрешетке, к крайней доске Вот к этой, снизу Не совсем правильный вариант Но если учесть, что у меня пять кронштейнов на три метра И каждый саморез выдерживает по 70 килограммов в спокойном состоянии Поэтому я думаю, если по нем не прыгать То есть ничего по идее не должно случиться Здесь у нас тоже не Сочи, там какие-то где там Не Британия Где обильные ливни То есть у нас бывают дожди Бывают даже там на секундочку сильные Но это как бы все это проходит Поэтому я думаю, это будет нормальный вариант Потому что если крепить не снизу обрешетке А по идее бы, конечно, либо к стропиле не сбоку Либо сверху обрешетке Это самый правильный вариант Но там нужно разбирать всю крышу Ну полкрыши Вот это тоже время затратно Трудозатратно Поэтому мы пойдем по наиболее упрощенному варианту Но в то же время Не будем терять в качестве этого Не будем терять в качестве этого Один из приятных моментов, который мне очень понравилось, это вот, например, кронштейны. Во-первых, что все подписано. Я же не какой-то там суперстроитель, я самый обычный человек вообще из глубинки, из деревни. И все подписано, что вот это кронштейн, решетка как бы понятная. И вот там все-все запчасти подписаны. То есть я вот как-то могу подсмотреть как-то где-то, потому что какие-то названия, например, я не разбираюсь, не знаю. Итак, мне еще понравилась такая штука, что вот я вот эти кронштейны беру, они сложены рядами. И в общем между ними, вот это как бы мелочь, да, вот между ними бумага. Вроде что-то такого. На самом деле очень приятно, что до меня они дошли не корябанные. То есть вот они до меня дошли нормально. Вот здесь вот такая вот лежала бумажечка. То есть им это не сложно положить, они молодцы. Все уложили, положили. То есть у меня эти кронштейны хорошие. А вот уже дальше, как я их там погну, покоряба, это уже мое дело. И, кстати, такой момент интересный. Я уже звонил на упаковке. Вот у них здесь, во-первых, подробная инструкция по монтажу размещена на сайте. Шинглаз.ру. И в это телефон позвонил. Кстати, потому что я говорил, да, что там это проблема. Именно по моей крыше обычно показывают, там все красивенько у них, все сделано правильно. Там жик-жик прикрутил, все красиво. Но, еще раз говорю, я делаю, вот я купил вот этот водосток, я делаю так, как это мне нужно. Не так, как у них там где-то на инструкции там где-то показано все красиво. Но, так как нужно мне, но с учетом всех, значит, необходимых правил, инструкций, чтобы там все было соблюдено. Все эти, ну, короче, там госты, не госты, не знаю. Чтобы потом ничего с этим водостоком не случилось. Поэтому, выдерживая все правила, там сантиметры, там еще что-то, какие-то условия. Но делают так, как это нужно мне. И, в принципе, я позвонил, проконсультировался, мы пообщались, мы долго общались. И пришли к какому-то общему знаменателю. И, собственно, я там уже сейчас вот доделываю вот эти все кронштейны. Я там гну, как мне нужно, все делаю по веревочке. Поэтому получается нормально. Так, все, идем дальше. Я делаю два изгиба. Уже так, на глаз уже, потому что уже примерно знаю. Вот. Ну, вот как-то так. А потом уже по месту, значит, я... Ну, все равно как-то там где-то что-то уже подправляю чуть-чуть. Сейчас, перед тем, как полезть и наверх, немного рекламы. Я хотел прорекламировать Макиту, которая не нуждается в рекламе. У нас в процессе сегодня свет отключили. И хочу сказать, что очень удобно вот электро... Этот аккумуляторный инструмент. Я вообще уже к нему привык. Уже давно не работаю там электродрелью, там на этих... Шнуры там все это, провода. Уже давно этого не делаю. Мне очень нравится. Так. Вот. Беру. Вау. Вот этот сюда не подходит. Где вы были? Я сейчас проходила с огорода. Зашла, заставили подниматься на второй этаж. Враги, ринейки. Я вот по поводу специального телефона говорил на упаковке. Я звонил специалисту и консультировался. Потому что в стандартных правилах написано, что одна воронка принимает сток с крыши 50 квадратов. То есть получается, а у меня тут 7 на 20. 140 квадратов. На самом деле специалисты сказали, что одна воронка может и 100 квадратов принять. В зависимости от интенсивности дождей. То есть у нас здесь не какие-то там тропики, где-то в Крыму или где-то в тех местах. Но у меня здесь мы не красоту наводим с одной стороны, а нужно именно сделать так, как нужно мне. В таком варианте, в более правильном что ли предлагали, сделать развод середины по краям. Чтобы было две воронки или вообще там три как-то. Но мне удобно, чтобы скат был в одну сторону и воронки были в одной стороне. Потому что здесь вот сейчас будут просто какие-то баки, какие у меня есть. Потом дальше я поставлю вообще какие-то большие емкости и подниму их там. То есть получается, все должно по идее истекать сюда. Для того, чтобы как-то немножко предотвратить переливание, ну и, так скажем, защититься что ли немножко. Короче, я посоветовался и мне предложили вот установить две воронки. Расстояние между ними метр. То есть вот это будет принимать воронка на себя основную массу воды. Но если она не будет справляться, подхватывать будет вот это. И в принципе тут, ну, как бы это уже никаких проблем абсолютно не должно быть. На этот, потом посмотрим просто по ходу уже прям в действии, когда будет дождь осенью идти. Вот, здесь я их тоже установил. Эти воронки устанавливаются несложно. Значит, двумя саморезами. Ну, пришлось мне тут еще брусочек подкрутить на лобовую доску. Тут я сделал лобовую доску тоже, небольшой кулачок. Вот, ну, все, в принципе, все сделали по веревочке, по этой, по шнурку. Сейчас я его отвязываю и начинаем устанавливать желоба. Ну что, тогда уже большую часть уже приделал. Это очень приятно и радостно, на душе прям так. Значит, я понял основную, основной момент, что самое тяжелое было это вот кронштейны устанавливать. Там их погнуть как-то правильно. А сейчас уже прям это, то есть как фундамент заложил, а теперь уже на фундамент уже такой чук-чук-чук. Очень вот этот защелкивается удобно, в плане кронштейны, да. То, что вот он пластиковый, там, ну, где-то, где-то чуть-чуть силу применил. Значит, вот такой момент интересный. Вот это соединительная там муфта или как она называется? Соединительный желоба просто. Вроде все как конструктор складывается, несложно. Здесь такие две резиночки, все прям хорошо так делается. И вот тут вот тоже в пазики входит. Дело в том, что если один паз сделал, то второй, а тут вот мне приятно, да, вот тоже как бы хороший момент, то тут у них четко все сделано, вот, вставить до линии. Вот, то есть ни дальше, ни больше, и остается расстояние на расширение, ну, как температурные эти воздействия будут. Вот, то есть уже ничего не сломает. Короче, если одну сторону вот так вставил, то вторую ты уже, я тут уже всяко, уже пытался, пытался, это вот ладно здесь, а там наверху, там вообще нереально, сегодня еще ветер большой. Вот, значит, что я придумал? Еще до того, как залезть в интернет, посмотреть, что люди говорят. Все очень просто. Небольшой секрет от меня. Я уже что-то делал вот таким образом, смазка силиконовая. Беру. Значит, вот первый я мучился, мучился, я прям не знаю, там, что, как, по и как сделал, в общем, не знаю. А вот тут пришла мысль, думаю, а что я мучаюсь-то? Взять вот так вот чик. Смазки вот так силиконовые, раз-раз-раз-раз-раз-раз, все, здесь смазал и здесь. Потому что там наверху очень неудобно, это тем более на весу, ветер, сегодня ветер какой-то большой, прям очень опасно. Вот, и теперь, что получается? Так, как, теперь я, ну, я буду вот туда вставлять, вон ту сторону, короче. Значит, как бы показать, тогда можно здесь показать, в принципе. Вставляю вот так вот, у резинки как бы три полосочки, одну полосочку оставляю снаружи, вот, а две другие закрываю, потому что больше не захлопнешь. Вот, и тогда, получается, есть возможность, сейчас. Подожди, подожди, теперь все скользко, там наверху как-то легче этот желоб стоит уже на месте. Короче, я так и не смог защелкнуть здесь на это, на весу, совсем неудобно, это в силиконе теперь все, все это скользкое. В общем, у меня такие не острые ножницы, а просто вот, что-то первое попалось. Значит, это, когда вот так вот сделал я, и тут вот, как это сказать, полосочка такая, ну, чтобы прижималась от резиночки, просто беру ее вот так еще поджимаю, так аккуратненько, и все, и потом она свободненько, и так, хоп, входит вот до линии. Очень быстро сейчас начал это монтировать, прям сразу чук-чук-чук-чук, все удобно. Вот, ну, сейчас вот полезу. На месте, там вот, когда она стоит, прям это очень хорошо удобно. Вот здесь, вот, сейчас я этот присоединю, потом, пожалуй, подожди. Видишь, защёлкнуло, и все. Сейчас вот ножницами пройдусь. Можно какой-то отверточкой там, не знаю. Опа, отлично. Сейчас, подожди, сейчас. Один. Давай. Да, совсем не идет на погода к тому, чтобы эти жалоба устанавливали. Что-то начинал устанавливать, вот еще не было, там, сейчас прям вообще сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»